Доброе-доброе утро! Я сегодня дома, такая счастливая. Всё хорошо. Я не жалуюсь. Я всё время, знаете, что осознаю. Работу я свою люблю. Очень даже с людьми работу люблю. Но меня утомляет дорога сильно. Вот два часа туда, два обратно, с пересадками. Очень утомительно. Ну ничего, люди же как-то работают, ездят, да? И я буду так же ездить. Пока я вчера была на работе, Михаил залил ещё одну ячейку. Сейчас мы позавтракали, уже всех накормили. И будем опять заливать. Теперь уже я им помогать буду. Надо добивать эту площадку. Листья падают, падают, падают. Сейчас уберу их. И Михалыч бы сейчас сначала затрёт то, что он вчера сделал. Заровняет. И начнём. Покажу вам теплицу. Огурцы снимаем. Прям хорошо нарастают. Маша вчера увезла. Катю увозили огурчики немножко. В общем, огурцы радуют пока. Но они начинают заболевать тоже, как те огурцы. Те я убрала, конечно же. Больше я их химии поливать не буду. Вот сколько будет огурцов, столько и будет. Но химичить я не хочу. Они настолько вкусные. Они прям сладенькие. Вот вчера нарвала Маше вечером, когда ездили. Не за ночь вот ещё наросло. Так что сейчас огурцы в волю едим. Всё равно ночи холодные. Чё там 14-15 градусов. Это мало для огурцов. Хоть и закрываем теплицу. Так, ну эти пусть ещё нарастают. Мы их не успеваем ездишь. Окропные собираю. Мелочь оставляю. Редиска подрастает. А горчица моя непонятна. Сейчас её полью. Я по утрам горчицу поливаю. А по вечерам тёплой водой из бочки огурцы поливаю. Вот, а горчицу я по утрам прям со шланга лью с леечки. Ну вот она местами, временами взошла. У меня семена просто старые были. Возможно, они уже не могут расти. Зато редиска будет. Вон она уже как растёт хорошо. Листья вчера обрывала больные у огурцов. Начинают пятнами покрываться. Ну пусть. Недели две поедим. Ещё и хорошо. Надеюсь. Просто они обычно, когда болеют, они начинают крючки, огурцы выдавать. Вот это плохо, конечно. Так, ладно. Надо поливать. Вот вижу с пятнами здесь всё. У меня это не терпится. Надо убрать. Надо убрать. Вообще поливать пришла. Ладно. Интересно. Обдерём, как липку. Кстати, днём-то пчёлы летают. Потому что двери все открыты. Днём-то жарко. А вот ночью прохладные. Видите, держите. Они любят огуречные листья. Лизочки мои цветут. Жёлтые тоже цветут. Тоже траву пора косить. Видите, жёлтые цветут. И оранжевые. О, сколько набрали цвета. Так, опять надо травить. Кто-то на них сидит. Ладно, подлечим. Вот эта роза, как всегда, благоухает. А тут у меня мультифлора начала цвести. Это тоже жёлтая будет. И мне нравится сентябринка вон-то. Обязательно рассажу в этом году. И вон-то мультифлорка нравится. Розовенькая. Так, где она? Вон-то. Тоже рассажу. Обязательно. Мы залили ещё одну часть с Михалычем. Вот эту. Не снимала работу, потому что это всё было в темпе. Он стоял... Кто на бетон-мешалке стоял? Он на том бетоне, на готовом. На готовой площадке, которая высохла. А я ему возила тачкой ГПС. Приносила цемент вот в ведёрке. Грузила всё в ведра. А он заливал воду и потом ведра эти грузил в бетон-мешалку. Ну и потом мы вдвоём ровняли это всё дело. Вот. Поэтому даже некогда. Я и штатив приготовила, и телефон приготовила. Но некогда было. Это ж надо включить-выключить. Опять подбежать, включить-выключить. А тут не то, что снимать. В туалет некогда было сбегать. Но в темпе мы два с половиной часа и закончили. Теперь только мы можем, наверное, вот этот квадратик заливать. Потому что когда ровняем, мы можем повредить вот этот свежий бетон. И тот сегодня он тоже затёр. Тоже там нельзя. Ровняем, когда доской длинной проводим. Поэтому, не знаю, силы если будут, то мы сегодня вот на эту ещё нападём. Если нет, то нет. Завтра тогда. И вот так в шахматном порядке их будем заливать. Не спеша площадка наша нарастает. Зелёная вода. Ой, а тут какую мусорку устроили. Вот это да. Мало мы набетонились. Да, железо привезли. Ну как, перекрытие, наверное, делать. И в столбы залили. Я говорю, мало мы с тобой набетонились сегодня. Поднещу и гулять пошли. Вот магазин надо. За крупами, за хлебушком. Магазин какой-то будет, говорят, пятёрка. Посмотрим. Долго её строят, да? Года два. Что мы купили с Михалычем? Прогулялись. Значит, две булочки, яблочки не ем. Чебурашку выпросил. А знаете, зачем? Ему брелок нужен хороший. Вот она его отцепит. А чебурашку ребятишкам... Тима, это тебе, чебурашка. Но Стимка любит мягкие игрушки. Кстати, Ксюшка связала там лисичку или белочку. Я вчера просто забыла снять её. Очень быстро вяжет. Всё ей так нравится. Так, молоко классика, любимое. Цельное сгущённое с сахаром ГОСТ. И кореновка. Коробка с окореновки. Дальше. Геркулес. Гречневая крупа. В пакетиках взяла. Лапшу резать. Лапшерезка. И хлеб. Всё. А, я ещё папочку себе взяла для работы, да. Всё. Михалычу сейчас творог положила. Творожную массу. Со сметаной сейчас будет есть. И чай пить с булочками. Ну, вот так примерно. Мы с Таёшкой гулять пошли. На закат. Я хоть сегодня и устала. Но гулять надо. Она, кстати, редко-редко, когда по-большому ходит у нас во дворе. Прямо вот утром, вечером она на улице сходит. Всё. Солнышко. Тишина такая. Не ветерка. Сегодня, кстати, когда бетон заливали. Говорю, господи, ну хоть бы ветерок подул бы, а всё полегче было бы. Прямо настолько, знаете, тут просто стоит вот эта жара. Насколько градусов, я не знаю, 25, наверное, 26, может быть. А на солнце того больше. Не ветерка. Пот течёт с олба. Я уж к сынку повязала на лоб. Всё равно, сами глаза даже потеют. С ресниц пот капает. Оу. Крышу уже делают. Ну, огромный дом такой. Я всё, Михалыч, и быстро церковь, наверное, какая-то. Сегодня вторую ячейку мы не стали заливать. Михалыч говорит, нет, давай завтра. Устал. Он от вчерашнего-то, он же, видите, ещё вот этот ротовирус перенёс. От него отходит недели две-три. А тут только неделя прошла, и он давай уже заливать. А мне ничего, я бы готова и вторую часть заливать. Мне нормально. Устала, конечно. Ну, я бы могла ещё. Ой, козочки. Коза, тыка, смотри. Козя. У нас я видела. Там козлятки ещё, вижу. Ой, хорошо-ка. Да, тыечка. Хорошо тебе. Вот так мы пришли встретить закат с тейкой. Как и влюблю нашу мышастовочку. Прям обожаю её. Вот жила в Горнолтайске, прям мечтала в такой деревне жить. Я её часто называю деревней. Ну, называется она Станица, конечно же. Иногда у меня местные слышат, что я говорю, ой, в нашей деревне. И они, ну, удивляются, наверное. Может, даже обижаются, не знаю. Но я восхищаюсь ею. Очень нравится. И с Михалычем сегодня идём тоже с магазина. И он говорит, всё-таки мы выбрали лучшую Станицу. Я говорю, сейчас так смотрю, вот на Тиви Таровку, на Ново-Величковскую, но не то. Либо мы уже привыкли к ней. А вы смотрите, у нас ещё один есть курган в Станице. Я говорю ещё, потому что один раскопали, там нашли принцессу. Древнюю женщину. Со всякими там украшениями. Буквально недалеко отсюда, ну, с километр. И вот такой же курган насыпан. Никто его не раскапывает. Вот на камеру солнце совершенно другое. А так на него смотришь, знаете, такой вот, как желток яйца домашнего. Яркий, огненный. Вот, мы уже Станицу вокруг обходим. И вот, что увидели. И мне, за наших станичников, очень стыдно, что вот так себя ведут. Те-фу! Просто тупо выбрасывают мусор. Вон там мешок. Вот тут мешки лежат. Вот здесь мешки неизвестно с чем лежат. Вот тоже. Но ведь мусорка ездит. Стоит, а там, ну, копейки, копеюшечки платим. То ли 157 рублей за двоих в месяц. Ну, это совсем ни о чем. И вот так просто выкинуть. Потому что тут никто не видит. Видимо, так. Рядом. Эй. Кто там? Тея. Кто это? Красавчики. Да? Красавчики. А вот он еще. Смотри, ты. Кто это? Кто это? Шапочка такая. Глазки. Назвистка. 000. Квiste. Кто там? Кто там руки. едиа. Кто там руки.